Мотокультиватор HUTR 5.5. Это его уже пятый сезон. Стал заливать, обнаружил ржавчину, озадачился. Вроде бы я всегда соблюдаю правила консервации на зиму и всегда оставляю его заправленным бензином. Не знаю, почему так получилось, но да ладно. Погоревал, но делать нечего. Заправляю бензинчиком, заливаю и здесь началось. Смотрю, бензин еще потек. Здесь, там, спереди. То есть сначала подумал, что это я пролил, а потом пригляделся. Он вообще струей хлыщет. Откручиваю два болта здесь, а один болт здесь. Правда, чтобы до него добраться поудобнее было, снимаю воздухан и даже от свечи колпак. Перед этим, конечно, естественно, слил бензинчик. Снимаю бачок, обнаруживаю. Обнаруживаю, что треснул в нескольких местах шланчик. Так, вот они, трещины. Жуть. Прекрасно понимаю, что здесь высокая температура и долго он служить не может. Но все равно неожиданность. Я на даче. Под руками подходящих шланчиков нету. Приходится вымудряться. Из-за крутых решений приходит на ум только лишь вот от насоса. Советский шланг. Хер знает, сколько ему уже лет. Но это однозначно сто процентов масло бензиностойкий. Подходит не идеально, но немножко стяжечками подтяну. Как временное решение сойдет, а потом прикуплю что-то подходящее. Итак, погнали. Сборка, запуск. Запихать ее сюда было непросто. Все-таки он более толстенький, а там какая-то куча изгибов. Так, закрутить, залить. Может и поторопился с прикручиванием, но визуальный осмотр говорит, что сухо. Работает. Сечи не видно. Что ж, будем трудиться. Что-то мне подсказывает, что, как в поговорке, все временные решения самые постоянные. Что-то я уже прям впечатлился. Так, кстати, и соловей тоже. Да? Ты соловей? Да, это соловей. Пришел посмотреть. Да, он у нас друг такой. Я пашу, он бегает за мной, червяков жрет. Этот товарищ нам знаком. Это уже не первый год он с нами веселится. Вот, услышал трактор и примчался. Молодец. Да, сейчас ты покушаешь. Так, ну беги-беги. Так вот, наверное, оставлю я и даже не буду больше дергаться, торныкаться, искать даже все эти шланги. Меня вполне устраивает. Ну хотя, как запасную детальку надо все-таки. Ладно. Так, из ништяков. Я, значит, в этот год прикупил себе фильтр бумажно-поролоновый, как на другом моем культиваторе. Но здесь он ставится замечательно. Вот эту придется немножко переделывать, срезать. Вот эту штуковину. Но это уже не сегодня. Сейчас вот промою маслице, залью и надо быстрее начинать работу. Так, всех благ. Помощник в деле. Субтитры сделал DimaTorzok